разбор критических аргументов против науки так окей охуенно короче методология панчина я вижу я вижу методологию панчина мы берем рандомные фрагменты из текстов рандомных мыслителей типа фейерабанда и делаем вид что мы их опровергли я я уже понял да это будет тяжело задача не из простых благодаря достижениям науки человек мы живем в 21 веке это чертовски приятно допустим благодаря достижениям науки человечество победила корь а благодаря ли достижением науки это произошло вопрос просто медицина не факт что наука зависит от определения соответственно да в биологическом цикле действительно имеются так называемые науки но как бы тут совсем не факт что без например какой-нибудь я не знаю физиологии но анатомия не наука тоже на самом деле да из какой-нибудь там теоретической физиологии еще каких-то теоретических областей мы бы ее не победили как то так опять же нам просто нужно очень строго определить а что такое наук чтобы ее даже не просто на нее нападать чтобы ее еще и защищать если вы не пользуетесь строгим определением науки вы как бы хуй пойми еще защищаете это какой-то знаете каргу культ типа о наука наука у наука 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 кто-то сказать плохо пар наука у блять у защищать наука защищает наука так он это не имеет ввиду тетамор он же дурачок простите я я собирался без оскорблений но не могу вот я вполне уверен что что он сказал то что он сказал ничего не имею ввиду в данном случае вот понимаете в чем дело да тут важно защитить не науку как какой-то не знаю термин как какую-то методологию либо как что-то еще тут важно слова наука защитить тут как бы уга-буга пипи пупу как бы какой-то вот этот примитивный подход к защите науки через собственно ну короче кто кто-то каста прикоснулся к святыне и примитивный сиентист в общем-то начинает с хуйни который в двадцатом столетии скончалось несколько сотен миллионов человек летаем по воздуху как птицы плаваем под водой как рыбы ну если конечно это не тот самый вытискав мы можем запускать в космос людей можем получать да из-за науки прям буквально блять ракеты изобретены в китае но порох изобретен в китае соответственно порох изобретен в китае там уже были простые ракеты понятное дело что эти ракеты в космос не летали да но как бы они были очень давно вот учать фантастической красоты изображения с таких аппаратов например как джеймс уэбб непилотируемый мы можем собирать хуйну причем здесь наука можно пожалуйста прояснить ну для как мне кажется наибольшая трагедия во всем этом говне заключается прежде всего в том что наука захватила практику давайте я не знаю даже для особо одаренных для особо одаренных все-таки да нарисую картинку наверное короче давай давайте посмотрим давайте посмотрим у нас есть очень много вещей до которые так или иначе связаны с наукой я для особо одаренных объясняю мои зрители наверное эту тему знают потому что тема не такая уж блять и тяжелая но зрители никита образцова скорее всего как бы могут это об этом вообще в принципе даже не догадываться да что такая вещь вообще в принципе существует короче давай давайте возьмем не знаю кружочки делать будем вот у нас кружочек для гениально идеальный кружочек ну как соответственно получается да соответственно как получается это вот кружочек называется индуктивный блять опыт есть еще кружочек кружочек называется м моделирование индуктивный опыт моделирование но сюда сюда входят там всякие эксперименты наблюдение в индуктивный опыт но вы понимаете да в моделирование входят математические модели вот эта хуйня вот этот научная теория Вот. Научная теория. Ну и, соответственно, пусть будет практика. Это очень все упрощенно. Тут еще несколько кружочков можно начертить. Что у нас является наукой, собственно? Я наукой определяю научную теорию только. Научная теория. Но научная теория так или иначе пользуется индуктивным опытом. Она включает в себя моделирование. И при этом, собственно, так или иначе из индуктивного опыта и моделирования следует практика уже. Напрямую из теории практика не должна следовать. Потому что, ну, блядь, теория все равно достаточно абстрактна. И напрямую практику из нее хуй выведешь. А вот из модели и опыта индуктивного – да. Соответственно, проблема заключается в том, что вот это вот все само по себе наукой не является. Вот. Вот это вот все наукой не является. И то же самое, что у нас здесь находится, можно, например, заменить не научной теорией, а, например, МТ. МТ. Магической теорией. Вот. Прецеданта. Вот, наверное, магическая теория пусть будет. Или, например, христианская теория. Или исламская теория. То есть тут как бы все изи. Вот эта вот штука, которую мы, собственно, называем наукой – это философия. Полностью заменимая, да, судя по всему. И на ее место может стать вообще все, что угодно. И далеко не факт, что это что угодно будет мешать обретению индуктивного опыта, сбору, созданию, собственно, моделей и выводу из всего этого практики. Нет, есть отдельные учения, которые будут этому мешать, ну, потому что они антитехнократические, они против технологий, они там против моделирования могут быть, да, и, может быть, даже замену моделированию можно какую-то найти, чтобы к практике нормально стремиться, потому что не всякая практика требует модели. Вот. Но пока мы вот имеем вот этот вот корпус. Вот. Мы имеем вот этот вот корпус, да, то есть монополия науки на индуктивный опыт – это полная хуйня. Индуктивный опыт всегда был доступен человечеству. Моделирование тоже всегда было доступно человечеству, то есть мы всегда могли взять математическую модель и использовать ее до возникновения науки. То есть до 17 века буквально, до того, как научная методология, тип научных теорий был вообще в целом создан. Ну и практику мы тоже создавали до науки, то есть монополия науки на индуктивный опыт, монополия науки на моделирование, монополия науки на практику – это полная хуйня, она не работает. Это маня-фантазия, не знаю, научных догматиков, очевидно. Другой вопрос. Другой вопрос. Является ли научная теория самой эффективной, чтобы теоретически обслуживать индуктивный опыт, моделирование и практику? Мой ответ – нет. То есть, ну, это, не знаю, насколько это проверяемо, просто у нас, опять же, да, вот такой уровень практики, такой уровень развития общества и все такое было, ну, возникло просто один раз в истории вот при науке. Может быть, это связано не с наукой, может, связано с социальным прогрессом, может, связано еще с чем-то, да. Здесь может быть огромное количество факторов, с которыми связано такое развитие. Ну, например, Китай долгое время был технологически более развит, чем весь остальной мир, но там не было никакой, блядь, науки, научной теории имеется в виду, да. Соответственно, да, наука не имеет права на индуктивный опыт, в том плане, что у нее нету права на тотальную монополию. То есть мы не можем сказать, что вот индуктивный опыт должен принадлежать только науке. Моделирование тоже не принадлежит только науке. Ну, и практика тоже не принадлежит только науке. Вот так вот. И обрабатывать огромные объемы данных, так что их девать уже некуда. И наоборот, проблема в том, что их слишком много. Все это стало возможным благодаря науке, как способу познания мира и как социальному институту. Короче, окей, базу вкинул, конечно, образцов. Вот, пруфов не будет. Вообще, существует несколько типов мировоззрения. Стоп, еще раз. Проблема в том, что их слишком много. Все это стало возможным благодаря науке, как способу познания мира и как социальному институту. Так это два разных подхода. Наука как социальный институт включает в себя еще и теологию, например. Ну и, допустим, религиоведение всратое. Вот кто в космос полетел из-за религиоведения, расскажите мне, пожалуйста. Какая практическая значимость у религиоведения по факту? Вообще, существует несколько типов мировоззрения. Религиозное, философское, мифологическое, обыденное. Спасибо. Художественное и научное, которое, знаете, как-то вот затесалось рядышком. И наука тоже есть. Но между тем, наука позволяет наиболее эффективно и наиболее плодотворно, что ли, обрабатывать информацию, которую мы... Охуенно. Критерии продуктивности и, в общем-то, эффективности обозначены, конечно, не будут. А если и будут, то их очень легко будет опровергнуть. Мы получаем из окружающего мира научное мировоззрение... Охуенно. ...включает два обязательных пункта. Давай. Позиция номер один. Окружающий мир принципиально постижим. Сомнительно. Категорически сомнительная хуйня. Мы можем познать и объяснить мир. Поэтому всякие идеи типа сэллипсизма, или жизни в матрице, или мозги в бочке, они идут здесь немножечко... Да, пруфов, конечно, не будет. Пруфов не будет, это просто догма. Да. Мимо. И второй пункт. Наше мнение по поводу реальности, которую мы описываем, должно меняться в зависимости от изменения самой этой реальности. А если мы вдруг достигнем неизменного мнения о истинных законах природы, значит, оно должно меняться или нет? Вот это уже полная хуйня. То есть, если мнение должно меняться, значит ли это, что наше мнение по поводу теории эволюции должно измениться на отсутствие теории эволюции в итоге? Вроде нет. А это значит, что значительная часть наших мнений по тем или иным вопросам может оставаться стабильной вполне, нет? Это то, чего нет, например, у той же самой религии. Ты долбоеб, блядь. Сука. Тупой, тупой религи... Блядь, и простите, я не могу, но это тупой религиовед. Очень тупой религиовед. Отберите у этого долбоеба, пожалуйста, блядь, я не знаю, он магистр или кто? Отберите у этого долбоеба корочку магистра по религиоведению. Срочно, блядь. Человек не в курсе, что религии со временем менялись. Ну, становились больше, цельнее, мощнее, да? Меняли свои позиции по разным вопросам, в том числе связанным с божественным. Да, не менялись коренные убеждения. Такие, как, например, в науке есть, ну, собственно, естественная установка. Он не полностью ее перечислил, правда. Он на один аспект этой естественной установки лишь указал. Второй аспект, он просто из головы выдумал, вот этот вот, который он сейчас озвучил, да? В науке тоже есть неизменные положения. В религиях есть неизменные положения, и то в разных конфессиях они могут меняться. Вот. Ну, не, родкий гост, в какой-то степени мир должен быть постижим, иначе наука как метод познания просто бессмысленная штука, понимаете, в чем дело? Иначе нет смысла заниматься наукой, опять же. Мы можем просто вот удариться тупо в моделирование и сбор индуктивной информации, и создание практики, и ученых нахуй послать. Это просто, знаете, будут мания фантазера, философы тогда. Вот. Если мир принципиально не постижим. А тут целая мифология, которая складывается на основании того, что мир постижим, мы его потихоньку постигаем, да, соответственно, мы на обосновании этого якобы вырабатываем практику. О, вот. Вот и все, понимаете, вот как-то так. Только я говорю, что они не полезны разведке гост. Потому что религиозные доктрины, они даны изначально, и потом они развиваются уже в рамках этой данности. Ахуенно. Ахуенно. Научные доктрины тоже даны изначально, они тоже развиваются в рамках той или иной данности, потому что, ну, собственно, у нас есть определенного рода научная методология. Нихуя, да? Вау, блядь. Вау. Если вдруг изменится тот или иной аспект данной методологии, наука просто наукой перестанет быть. Ну, например, если ученые все вместе признают, что мир, допустим, все же не постижим, и можно рассматривать любые теории, не только натуралистические, это уже будет что-то другое, а не наука, скорее всего. Ну, либо мы очень сильно изменим определение науки настолько, что оно станет неузнаваемым. Да, окей. Ну, в общем, та наука, которую мы имеем сейчас, и та, в кавычках, наука, которую мы могли бы получить потом, ну, они просто будут... Это будут разные штуки категорически. Ну, и по факту ученые придерживаются определенных убеждений на протяжении столетий. Мало ли этого. То есть буквально, да, буквально есть определенная научная доктрина, которая не меняется и от которой идет развитие. В то время как наука способна меняться в зависимости... Любая религия, блядь, меняется. Человек, который занимается религиоведением и не признает изменчивость религий, должен быть лишен степени на основании абсолютной, блядь, некомпетенции. Человек, занимающийся религиоведением, не может озвучивать тезис о неизменности религий. Это моя просто принципиальная в данном случае позиция. Это просто, блядь, пиздец. ...от того, как меняется окружающий мир. И менять позиции, если выясняется, что они не соответствуют. То есть, опять же, да, как это будет доказывать образцов? Вместо того, чтобы смотреть на реально большое и длительное развитие религии на протяжении долгого времени, на изменение там основных фундаментальных... Ну, не фундаментальных, околофундаментальных положений внутри религии. Если вот взять и отказаться от просмотра, видимо, большой интеллектуальной дискуссии во всех больших религиях, начиная от буддизма, заканчивая христианством, там, исламом, чем угодно. Мы просто, мы не будем на это смотреть, мы просто черепикингом отберем те положения, которые в религии не менялись. Понимаете? Вот так вот религиоведы современные, видимо, доказывают свои положения. То есть, они не смотрят на явления в целом, там, на христианство в целом. А христианство в целом вполне так себе изменяемо. Мы просто будем озвучивать тезисы, нахуй, из паблика, ебаный атеист, блядь, в котором нету ни одного адекватного религиоведа, или это тейк Докинза даже, который не является религиоведом. Просто для того, чтобы жопку Докинзу, блядь, подлезать своим маленьким вот этим вредным язычком, да, и при этом мы обосрёмся себе же в рот, блядь, будучи религиоведами, просто потому что, ну вот, факт реальности заключается в том, что религии меняются со временем. Очевидный, блядь, тезис. Просто очевиднейший, нахуй, тезис. Ну да ладно. Реальности. И отсюда, вот из этих двух пунктов, все остальные свойства науки. Объективность. Ой, объективность, нахуй, да, да, да. Короче, маня фантазии малыша попалили снаружи, да. Не, ошибок. Ой, признание ошибок, да, в религии же ошибок не признают, блядь. Там же дискуссии не было. Там же института дискуссии не существовало вообще, в принципе. Да. Да, гениально. Не, особых методов и терминов. В религии нет особых методов и терминов тоже. Но главное свойство научного мышления, научного мировоззрения, научного подхода, это вшитый механизм внутренней коррекции. Он у всех, блядь, вшит. Жалко человека с высшим образованием, полученным в СПБГУ. Очень жалко. Мега жалко, конечно. Я не знаю, ходил он на занятия, не ходил он на занятия. Просто обычно Никита Обрасов так флексит непосредственно своим религиовическим образованием, но в конечном итоге как бы у него религии, блядь, неизменны. Понимаете? Неудачная идея рано или поздно будет отменена или пересмотрена. Охуенно. В религиях это работает точно так же. И когда мы говорим, что это не так, это вот какие-то басни с циентистов, на самом деле есть огромное количество примеров. Фел нахуй с примерами, блядь. Просто нахуй иди. Примеры нихуя не доказывают. Ты заебался им черепикингом, уебок. Какие из них, безусловно, это билтдаунский человек. В 1912 году антрополог-любитель Чарльз Доусон обнаружил череп, якобы принадлежащий человеку эпохи плечения. Охуеть, ученые признали свою ошибку. Вот это пример. Эту находку сначала с энтузиазмом приняли, но уже через 10 лет, благодаря механизму действия самой науки, была обнаружена фальсификация. Ученые не держались за удобный факт. Их интересовала истина. Истина. Еще один пример, когда сработала вот эта вот внутренняя коррекция, присущая научному подходу, это пепел в пещерах Джо Коу Дянь. Длительное время считалось, что вот эти темные отложения, найденные в пещерах-стоянках синантропов, это остатки пепла. И отсюда... Охуенно. А при чем здесь антропология, биологическая вот эта, и наука? Вопрос. Вот. Делался вывод, что синантропы не умели добывать... Как по мне, основная проблема будет заключаться сейчас в том, что он будет опровергать фейрабанда, как я понимаю. Там будут отсылки из фейрабанда. При том, что он использует просто абсолютно не то определение, что и фейрабанда. Я не до конца уверен, что фейрабанда бы, ну, как бы, отнесся к биологической антропологии как к полноценной науке. Ну, при этом вообще важно понимать, что у фейрабанда было довольно широкое понимание науки, безусловно. Вот. То есть он в каком-то смысле даже сиентист, несмотря на то, что его определение науки настолько широкое, и он пиздит вот этот узконаправленный методологический сиентизм, и поэтому он часто используется нами, антисиентистами. Вот. Но он был на картинке, фейрабанда. И цитаты будут из фейрабанда еще сверху. Мы видели, там будет цитата из фейрабанда. Вот она. Вот. Вот цитата из фейрабанда, вот она здесь. Так что будет. Ну, окей. Как видите, в защиту науки разбор критических аргументов против науки мы уже три минуты потратили, не озвучив ни одного критического аргумента. ...огонь и поддерживали костер годами и десятилетиями. Ну, потому что они просто не могли его развести по новой. Но впоследствии выяснилось, что все совсем не так. Эти черные отложения — это остатки ила и гуано, летучих мышей. Я привел лишь два примера ситуации, когда... Угу. Похуй. ...ученые отбрасывали удобный... Похуй. ...устоявшийся факт и... Меняли его на истинный факт. Это точно истинный факт? Уверен, что это истинный факт. Может, они ложный факт заменили на другой ложный факт? Ну да ладно. Видите, какие ученые классные. А мы берем и доказываем это чем, блядь? Черепикингом. Ммм. Как интересно. Примеры так круто работают, знаете. Мы можем просто взять... Вот так вот. Вот так вот. А вы знали, что ученые как бы расчленяют людей нахуй и бросают их в реки? А вот у меня есть примеры. Примеры. Олег Соколов. Ученый, доцент вообще-то. Привет, человек. 37,6. А вы знали, что вот оказывается... А вы знали, что вот, блядь, оказывается, неожиданно, блядь, ученые расчленяют нахуй людей? А я еще, наверное, если поискать о новостях, еще несколько ученых-расчленителей, наверное, мы найдем. Ученых там миллионы. Вот в этой выборке из миллионов, скорее всего, найдутся маньяки. Вот такой вот выборкой мы можем доказать, что ученые-расчленители, блядь. Вот так вот работают примеры. Для того, чтобы соблюсти вот этот главный критерий. Объективность в соответствии реальности. Ой, блядь, объективность в соответствии реальности. Видите, он определяет объективность. Ладно, будет видео. Ну, похуй. Объективность как соответствие реальности. Видите? Видите? Это важно. Это важно подчеркнуть. А ты уверен, что мы реальности соответствуем? Ведь ты ведь все-таки заранее, как бы... Так вот. Ты же уже проебался, как бы, да, буквально. Ты сказал, что мы просто на основании нихуя отвергаем огромное количество теорий, в которых мы не имеем доступа к познанию. Просто по приколу. Просто по приколу отвергаем, да, как бы. Без аргументации какой-то дополнительной, без прояснений. Просто мы что можем. А теперь попробуйте привести пример, когда в религии, магии, астрологии, художественном или обыденном мировоззрении консенсус менялся под влиянием неоспоримых фактов. Ну, в науке нету неоспоримых фактов. Я бы с этого начал. Это первое. А то, что консенсус менялся, да, он менялся. Мы можем посмотреть на историю магии, на историю религии и обозначить Никиту Образцова как клоуна, долбоеба и дегенерата, которого необходимо лишить магистрской степени по религиоведению, потому что он не знает просто банальных вещей, очевидных, просто вот очевидных вещей не знает в религиоведении. Ну, хотя на самом деле, может быть, он об этом и знает, может быть, он это и проходил. Ну, просто, понимаете, научный догматизм настолько закрыл ему глаза, что ему просто приходится... Вот. Именно здесь вот ключевая разница между наукой и ненаукой — это способность науки, научного метода, научного сообщества менять свои подходы и... Охрененно. Тем временем религия на протяжении... Любая религия на протяжении многих лет меняла свои подходы. Да, охренеть. И религиовед об этом не знает. Если честно, я как религиовед не могу... Ты долбоеб, не религиовед. Вспомни таких примеров, скажем, в религии мы живем... Ты дурак, блядь, ты конченый, ты конченый, потому что... Изучи историю религиозной философии, буддийской, исламской, блядь, там просто буквально тезисы заменяются, люди приходят, уходят, создают новые тейки и так далее, так далее, так далее, так далее. Как-то так. Живем в 21 веке. Так хорошо, как мы живем сейчас, мы не жили никогда. По всем статистичным... И это все благодаря науке! А ну поклонитесь, смертные! Смертные наука, 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 ука, ука, блядь, ука, блядь, нахуй, понимаете? Ну, блядь, охуенно. Да-да-да-да-да, мы поняли, мы поняли. На колени встаем, молимся великой, великой науке невероятной. Наука просто крута, блядь, божественна. Как же она охуенная. Это наука, конечно. Ну, Никита-то не обязан менять, он же не ученый. ...продолжительность и качество жизни, доступность медицины, образования, технологии. Но именно сейчас... Медицина и технологии сами по себе не наука. Ну, опять же, зависит от того, к кому мы обращаемся. Но я бы, наверное, заметил, что большая часть антисиентистов, они скорее не противники. Хотя больше, не больше, хуй знает. Большая часть это, возможно, реально какие-то лудиты. Тут к вопросу о том, да, кто большая часть антисиентистов. Вполне возможно, что большая часть антисиентистов это вполне так себе обычные лудиты. Всякие христианские, исламские и все такое. Ну, эээ, блядь. В таком случае, в таком случае, конечно... Не стоит, наверное, говорить, что большая часть... Но значительная часть антисиентистов это все-таки люди, которые не против технического прогресса. Это все же важно, да, отметить. Вот. И в целом, в среднем, многие интеллектуальные антисиентисты, например, медицину наукой не считают, скорее всего. Да, и в целом выступление против науки это не выступление против медицины. Или не выступление против технологии. И как мне кажется, основная площадка доказательной вот этой всей хуйни, да, она и заключается вот в споре о практике на самом деле. Почему я отдельно выпустил книжку по практике? Почему ряд моих аргументов, они бьют именно в практику, да, что наука не связана с практикой? Потому что это основной вопрос дискуссии между сиентизмом и антисиентизмом. И один из основных вопросов как раз фейерабанда в том числе. Если мы это так посмотрим, фейерабанд это хуже раскрыл, чем я, я считаю. Я считаю, я это раскрыл намного лучше, чем фейерабанд. Но у фейерабанда есть такое, знаете, начало. Он заложил некоторое начало в этой теме. Я эту тему уже полностью раскрыл. Ну ладно, не полностью, но я шире раскрыл эту тему, более подробно, более понятно, более хорошо. Соответственно, сформулировал уже более-менее конкретные аргументы, почему, собственно, наука и практика, ну, по крайней мере, уж точно не так тесно связаны, как многим кажется. Это уж то. Вот этот тезис я точно доказал, что она не так тесно связана, наука и практика не так тесно связаны друг с другом, как многим кажется. Это не стопроцентная связка. Вопрос, какая связка, и насколько наука реально влияет на развитие практики, могло ли повлиять на развитие практики что-то другое. Вот это тот вопрос, которым должны заниматься современные интеллектуальные антисиентисты, которые они должны, мы вместе должны решать. Это зона интересов. Среди самых благополучных слоев населения, философов-постмодернистов, западных леваков, американских радикальных... Да, охуенно. Консерваторов, небывалого уровня достигло недоверия к науке. Я бы сказал, отвращение и ненависть к науке как таковой. Выигнать... Ну, забавно, что могу сказать. И это после спора со мной, как бы, Никита, понимаете? Это, Никита, говорит после спора со мной, при том, что я, например, не испытываю никакой ненависти к науке. И фирабант, который он будет приводить в качестве одного из аргументаторов, никакой ненависти к науке не испытывает тоже. Вот. Гонорировали мы вопрос относительно магнитного... Не, не спиздил, будем позже смотреть. И сейчас я разберу несколько положений, которые ставят под сомнение ценность науки и проанализирую каждое... Чё такое наука, блядь, чел? Почему вопрос всегда начинается с того, что такое нахуй наука? Из них взгляд, согласно которому наука — это проводник расизма, сексизма, гомофоб... Да, это же, блядь, прям очень содержательно, похуй. ...и прочих ксенофобских настроений присущ американским, и не только, в первую очередь, левым интеллектуалам. Защита науки непонятно от кого, всё понятно. Ну, как я и сказал, накидает рандомные факты с разных сторон. Вот, накидает рандомные факты с разных сторон, ну и всё получается. Как-то вот так вот. Ну чё, бывает, ребят, бывает, как говорится. Очень-очень интеллектуально, это очень интеллектуально, это очень научно, блядь, это очень научно. Это прям дико круто Короче, молодец Самый яркий пример Такого автора это Джонатан Маркс Ну, фамилия говорящая, но не будем на этот счет шутить Он написал аж целую книгу Которая называется Is Science Racist? Название хорошее Это самая настоящая постмодернистская атака на науку Поддержанная многими идеологизированными Да, охуенно, давайте слабые аргументы разбирать Вместо сильных аргументов давайте разбирать слабые Это Гениально, блять Ладно Настроенными антропологами В этой книге, в общем-то, отстаивается тезис, согласно которому Наука как таковая содержит в себе Вшитые механизмы поддержки расизма И, конечно, с этим, на мой взгляд, абсолютно невозможно согласиться На самом деле все ровно, наоборот Научный подход Наоборот Подход, который способен признавать свои ошибки Я показывал это выше Как раз-таки он и ставит под сомнение Абсолютно иррациональные идеи Таких персонажей Да, охуенно Так же, как Габино или Адольф Гитлер Всех осуждаем и не одобряем В научном расизме нет ровным счетом ничего от науки Кроме самого названия Короче, ну, блядь, Никита Образцов, простите Ну, у меня о нем мнение как о просто Ну, вот, тотальном научном догматике Абсолютно религиозный в этом плане человек Тотальное, просто бесконечное Поклонение науке Да вы чего? Научный расизм? Нет! Все наоборот! Наука это антирасизм! Наука убивает расистов нахуй! Это как, блядь, не знаю Этот раптор, блядь Комаров Так и наука против Этих проклятых расистов, блядь Типа, я согласен на то, что Ну, в целом наука не особо касается Расизма или не расизма Некоторые люди используют ряд Научных или околонаучных данных Так или иначе Для доказательства расизма Некоторые направления наоборот Да, используют Так или иначе Те или иные данные Чтобы доказывать Антирасизм какой-то уже То есть В принципе, наука нейтральна Да и те области науки Которые так или иначе Касаются темы расизма В целом Ну, по моему определению По определению Фирабанда По определению Поппера Науками скорее не являются Ну, то есть Это всякие там, не знаю Измерения IQ Еще какая-нибудь хуйня Там, да Популяционная биология Которая не столь теоретична Сколько, ну, мы просто За популяциями там наблюдаем Которая, ну Которая строится прежде всего На наблюдениях Так что в этом плане Так что в этом плане Ну, как бы Вообще просто Похую То Те представления Которые Никита имеет О науке На мой взгляд Уже сразу Ну, зашкварные Просто потому Что он Не определил науку Он хуйню какую-то Рандомную несет Это рандомная хуйня Абсолютно Непонятная И неизвестная Ролик полное Говно, Ваня Ноль Ноль баллов Из Двадцати тысяч Пока что Это хуже Чем у Панчина А надо постараться Вообще-то Пока что Очень плохо Ну Опять же Ебучие примеры Для даунов Это очень важно Без черепикинга Никита Образцов Не Никита Образцов Научный расизм Это фикция Его не существует Не бывает Окей Проблема заключается в том Что не все наоборот И научный расизм Может быть и существует В контексте Некоторых ученых Скорее всего Есть ученые-расисты Ну, например Профессор Савельев Да Который доказывает Свою российскую теорию Благодаря Ряду научных Ну, якобы Научных По Никите Образцову Данных Я бы просто Сошелся на том Что тут Наука безразлична Теме расизма В целом В среднем Бывает Такой науке Которая бы демонстрировала Превосходство Берлого человека Это тоже Да ну Серьезно Форма идеологии Которая основана На абсолютно Псевдонаучных подходах Поэтому, когда мы говорим Что наука поддерживает Человека Ненавистнические взгляды Такие вот Как взгляды Габино Гитлера, Чемберлена И им подобных Мы допускаем Фатальную ошибку Ученый может Фатальную Придерживаться Любых взглядов Даже самых Людоедских Глупых Человеконенавистнических Но В этом случае Мы должны оценивать Его взгляды Обособленно Мы не должны Говорить о том Что это Проблема науки С чего вдруг Другая Прямо противоположная Претензия к науке Звучит так В науке Есть заговор Зловредных леваков Блядь Да Охуенно Все Я Я Еще раз мы говорили Про заговор Мои полномочия Короче здесь Все Похуй вообще Ждем Пока начнется Проферабанда Консерваторов Правоков И фашистов А здесь мы говорим Про прям Противоположную историю Якобы вот Леваки захватили Окупировали всю науку И поэтому наука Не имеет какой-то Познавательной ценности И наука Скатилась И наука До свидания Этот взгляд Распространен Среди уже Другого Крыла Среди Правых Консерваторов Среди них Есть противники Теории глобального Потепления Антипрививочники Ну есть и Вполне адекватные Интеллектуалы Не наука В теории Может прийти В кавычках К каким-то тезисам Которые так или иначе Легче использовать Для оправдания Расизма Ну просто Опять же Понимаете В чем дело Давайте так Даже если Внезапно Окажется Что белые Лучше чем черные Допустим Ну объективно По всем параметрам Ну кроме физических Допустим Это еще не значит Что расизм Должен Существовать Понимаете Понимаете Все о чем я говорю Да То есть Даже в случае Превосходства Одних над другими Раз Мы конечно Шутим Мы этого не допускаем Мы в этом Тотально сомневаемся Что такое превосходство Есть Но допустим Расизм Все еще не обоснован Да Тут будет работать Гильотина юма Так скажем Потому что нам Из факта Нужно Сделать то Что должно Уже Судить о должном И в этом плане Ну из одного Тотально не следует Другое И поэтому Даже если Ученый Внезапно Докажет Мол Что Ну допустим Азиаты Лучше всех Допустим Азиатские ученые Доказывают Что азиаты Лучше всех Допустим Самые умные Самые классные И так далее Из этого Еще не следует Что азиаты Должны иметь Привилегированное положение В обществе Из этого не следует Что азиаты должны быть Там более уважаемы Более круты Должны зарабатывать Больше денег Обязательно По дефолту О азиат Что азиаты Обязательно на работу Надо брать А не азиаты Не надо Вот Здесь нету Прямого логического Следования Ну его Конечно Можно попробовать Проработать Каким-нибудь образом Это будет не так сложно Но это все равно Уже не будет Чистой наукой Точно Это не будет Чистой наукой В том плане Что Эти высказывания Уже не являются Компетенцией То или иной Научной дисциплины Это уже Следствие То или иной Политической доктрины Мол Вот если азиаты Самые лучшие Если азиаты Самые умные Допустим То Нам было бы Экономически Выгоднее Например Да Опять же Чтобы азиаты Занимали наиболее высокое положение В обществе Работали на самых ответственных И дорогостоящих работах Там Да И так далее Так далее Так далее Так далее Допустим А как доказать Что всех остальных Истреблять надо Вообще На основании Расизма У всех Кроме азиатов Допустим Вот у нас азиатский Расизм Сейчас взят Как пример Так кто вообще Хуть знает Как сделать Если относительно работы Понятно Что было бы круто Если бы более умные Более классные люди Работали на более Высоких областях Было бы прикольно Вот Ну ладно Поехали Реальные проблемы Которые связаны с Не ну просто Тетемора Мы можем здесь Не чисто аргументационно А чисто так Знаете На практике Согласиться Не ну если выгода То пусть будет выгодно Вот Идеологизации науки В отдельных западных университетах Да эти проблемы Действительно существуют Характерны они и для США И для Канады Но Насколько я себе это представляю Эти проблемы Не столь существенны Чтобы наносить урон Познавательные способности Науки Я сам неоднократно говорил И писал в своих статьях Что наука должна быть свободна От идеологии От повесточки И всего прочего Я продолжаю выступать за то Чтобы ученые вели свою работу Не опасаясь отмен И истерик со стороны Оголтелого меньшинства С какой бы стороны Идеологического спектра Это меньшинство не выступало И я очень рад Что в случае с тем же Стивеном Пинкером Которого пытались Обвинить в расизме И отменить фактически Ничего у этой группы Не получилось И Пинкер успешно Продолжает свою деятельность Проблемы существуют Но это повод Защитить науку Выступить в ее защиту А не заниматься Ее идеологической обструктурой И мы видим Да, защиту прям да Надо выстроить срочно Здесь Что проблема И вот эта критика науки Она есть с обеих сторон Причем самых радикальных И радикальные правые И радикальные левые Одинаково говорят о том Что наука чепуха Наука все Наука уже не торт И мы видим Этот самый эффект Подковы Когда две радикальные Противоположные позиции Сходятся в ненависти К одному объекту И этим объектом Становится наука Пиздоболизм я считаю И левые и правые Апеллируют к науке Регулярно Ну то есть Вот это пиздоболия пошла Да, и левые и правые Против того Чтобы левые и правые Были внутри науки Да, то есть Правые против того Чтобы левые были внутри науки Левые против того Чтобы правые были внутри науки Но в целом Обе стороны Используют так или иначе Научные данные Результаты научных статей И так далее И так далее И так далее Научных в очень широком смысле Конечно В том, в котором Образцов использует Это слово Так что Образцов пиздит По факту, если так посмотреть Важно не забывать, что Аргументация того или иного провока Или левака Будет состоять из отсылок на те или иные Научные данные, на теорию эволюции И еще на что-нибудь сверху Так что тут как-то так И вот таким радикалам я предлагаю снять очки Выбросить свои айфоны, перестать летать И начать ходить пешочком, как Жан Вальжан Из книги Отвержен Вот здесь он тоже опять пропизделся Забавно, что он и по религии пропизделся Что религии неизменяемые оказывается А вот наука меняется О господи, какой же кринж Так вот, потом вот это вот подкова неожиданная И они в ненависти к науке А наука такая О, зачем вы меня критикуете, блядь Да При том, что критики подвергаются Буквально единичные ученые Опять же, и по книжкам того же Пинкера Да и сам Пинкер, это просто единичные ученые Которые так или иначе Озвучивают те или иные взгляды, которые Неприятны либо левой общественности Либо правой общественности Да, иногда бывает такая неприятная Ситуация, когда тот или иной Человек, ученый Ну, или специалист в той или иной области Давайте так это скажем лучше, да Подвергается гонениям От тех или иных политических Мужиков, да Женщин, женщин, мужчин и так далее Да, это возможно И такое бывало И это печально Это печально, я солидарен Но, исходя из этого Исходя, опять же, черепикинг Любимый метод аргументации Никиты Обрасова, это черепикинг Вот Привет, фрикшн, мэн Так вот Это очень глупый черепикинг Это очень глупый черепикинг Вот у Никиты Обрасова Это его основная методология Мы просто берем Опа, смотрите Пинкера попытались выбросить из науки Опа, посмотрите А вот у другого дядю из науки Попытались вытащить Все Ненависть против науки У всех, блядь У правых, у левых, блядь А наука такая стоит И она такая, блядь Окружена, но не сломлена И так далее, и так далее, и так далее Вот какая крутая наука Сука, тупые правые Сука, тупые нахуй левые Против великой науки Как бы Но это неправда Просто на самом деле И правые, и левые Они в целом за науку Но каждая из сторон Хочет немножко науку очистить От представителей Противоположных Вот этих направлений Они станут настоящими Критиками науки А не двуличными лицемерами Следующее положение Которое якобы Критикует и разоблачает Науку как таковую Звучит так Наука ничем не лучше Астрологии Таро Чел, прочитай Феррабанда Полностью Ты сейчас выделил Один тезис Из Феррабанда Больше вроде бы Ничего не будет Да, реально Вроде бы кажется Больше ничего и не будет Он больше не успеет Ничего обсудить Там Википедия только будет А, там про создание имплантов Будет Википедия Короче, охуенно И магии Этот взгляд Также популярен Среди левых идеологов И их симпатизантов Вопрос А это не из контекста Вырванное высказывание Пруфы будут К этому высказыванию Ну просто опять же Можно, пожалуйста Раскрыть вот эту фразу В каком смысле лучше В каком смысле хуже Среди философов Постмодернистов Например У которых много лишнего времени И, возможно, много лишних денег Феррабанда Не постмодернист Еблан Ладно Но опровергается Этот тейк Очень просто Наука работает Знаете, мне что это напоминает Короче Это Арсен Маркарян Наука Это Арсен Маркарян Короче Лей, я богатый Нахуя Лебус Всях телок Вокруг Блядь Я крутой, сука Слушай от меня Блядь Пидарас Нахуя Работать, блядь Я побеждать, сука Делать как я Наху Вместе все Блядь Вот наука Это Арсен Маркарян Очевидно Наука работает Эта хуйня Ни о чем, блядь Вообще не говорит Вообще, что такое наука Ты до сих пор не определил Ты сейчас споришь С Феррабаном У которого вообще Своё представление О науке, блядь Конченый, сука Все вышеперечисленное Не работает Это можно проверить Да, да, да Ну магия тоже работает Люди говорят Вот люди говорят Которые магию используют Что работает магия Ну ладно Окей Используя абсолютно Рациональный метод Ахуенно И абсолютно базовый Абсолютно рациональный метод Абсолютно базовый метод Мышления Это когда мы Используем Черепикинг Это раз Когда мы не определяем Науку заранее Чтобы не понимать Кого мы опровергаем Когда мы не Не рассматриваем Определение наших оппонентов Того, что такое наука У этих оппонентов Другие определения Очевидно Вот это Абсолютно рациональные Абсолютно очевидные Методы опровержения науки На самом деле Вот такой уровень мышления Хуже уровня мышления Школьника Блять На первом курсе Любого вуза Такой формат рассуждений Должен быть искоренен Нахуй Просто Это формат рассуждений Умственно отсталых Сорян, конечно Не соглашаясь С которыми Вы теряете право Находиться В одном ряду Со здравомыслящими людьми И вам тогда Поможет другая Уже дисциплина А именно психиатрия И тебя вылечит И тебя тоже вылечит Молодец Забавно, что при этом Все, Монс В общем, в принципе Не пользуется Рациональными методами Мне кажется, кстати Мне, кстати, кажется Вот что Конкретно Характеризует Никиту Образцова Никита Образцов Является Образцовым Противником Рациональных методов На практике Но при этом Он пытается Казаться таким Спокойным Таким вот Сдержанным Таким вот Культурным Но при этом Он не может Использовать Рациональные методики От слова Ну вообще почти совсем Он не знает Как ведется Рациональная дискуссия Единственное, что Он может Понимаете Никита Может Поддерживать Этикет Рациональной дискуссии Ну это самое тупое Что там можно поддерживать Я, например, этикет Рациональной дискуссии Не поддерживаю Но сам формат Форму рациональной дискуссии Он выдержать не может Он не умеет Он не понимает Что это такое Он не понимает Собственно Как складываются посылки, как из них следуют выводы, как бы подобрать наиболее подходящие посылки. Он не умеет с этим работать, в принципе. И оценивать тоже не умеет. Определение давать не умеет, что самое главное. И в этом плане, ну, Никита в теории является рационалистом, агрессивным рационалистом, но на практике он и рационалист, потому что он не знает, что такое рациональность и как она применяется. Поразительное следствие. Например, Лемон знает, что такое рациональность. К вопросу о Лемоне. То есть вот Лемон, например, он и отдельно, он и рационалист, не и рационалист, а он и рационалист и, собственно, рационально на практике размышляет, так скажем. Я вот здесь такой формат проворачиваю. То есть он рационален и на практике, и в теории Лемон. А Никита Обрасов наоборот, то есть он в теории рационален настолько же, насколько Лемон, скорее всего, но при этом Абсолютно иррационален в рассуждениях Ну, потому что ему голову промыли Вот этой всей сиентической идеологией К сожалению К сожалению, ну, собственно, крышечка поехала Тут религиозное поклонение слепое Начинается Абсолютная дискуссионная импотенция Открывается, соответственно, на эту тему Именно потому что, ну, тут Тут все это вопрос чистой религии Веры в науку Науку надо защитить любой ценой Неважно, как мы ее назовем Неважно, чем она является Все наши враги, вот их психиатрия ждет, соответственно А мы умные, красивые, прекрасные За все самое светлое, хорошее За изобретение, за практику За технологический прогресс Да как же так, корь победили, блядь Чему победили, это все ученые Какие же ученые, блядь, молодцы Короче, вот такой набор чистых стереотипов течет Вот Есть такое Татемора Вот это да Вот это да, ну, как и большинство людей Которые так или иначе тяготеют К рационализму, к логике Ко всей вот этой хуйне Многие из них просто не понимают Что это такое Ну, нет, от другой стороны Многие понимают, но большинство-то не понимает Большинство людей используют Словосочетание логика и факты, блядь Просто потому что Ну, это модно, это круто, это интеллектуально Как бы, да, не потому что Они понимают, что такое логика, что такое факты А потому что это круто, модно, молодежно, классно И при этом они не умеют ни то, ни другое Ни в логику, ни факты не могут Но логику и факты они любят Вот Никита Образов, кажется, вот один из этих людей Которые не понимают ни логику Ни с фактами нормально поработать И осмыслить их не могут Но вот при этом зато вот они сидят Такие, наука И меня вылечит Если вы не согласны с абсолютно фундаментальными подходами Рационального мышления, то Ну, вообще не согласен Ну, вы тоже не согласен Можете претендовать на то, чтобы вас воспринимали в обществе всерьез Да, ну Большинство людей в обществе рационалисты Ну, как бы Давайте так Большинство людей в обществе на практике иррационалисты Как Никита Образов А в теории, да, хотят быть рационалистами Но по факту Похуй Так, рофл в том, что про рационализм трубят в основном сайентисты и атеисты Да, и при этом проблема заключается в том, что Большинство из них к рационализму не имеют никакого прямого отношения Потому что они не используют рациональные методики Ну, или используют, но очень хаотически Ну, как Никита использует иногда рациональные методики, но очень хаотически Иногда, так знаете Между делом Каждый может считать себя Наполеоном И верить в астрологию Или в то, что в 2024 году Джек Лисовский выиграет чемпионат мира по снуки Охуенно Просто проблема действительно заключается в том, что Ну, блядь, Никита Сарян, конечно Да, большинство людей на практике иррациональны И всегда были, и всегда будут, скорее всего Но эти взгляды будут оставаться максимально сомнительными и маргинальными И общество имеет возможность Ну, вот это мора Просто иррационализм в данном случае Это все кроме рационализма будет Поэтому, поскольку, как вы написали Большинство людей в принципе никто У них нет осознанных позиций Вот Да, вот именно поэтому они иррациональны То есть, я бы даже сказал, что они просто нерациональны Да, вот нерациональны, лучше сказать Дать оценку такому вот человеку Ну да, и большинство людей также В той же самой степени не принадлежат К позиции иррационализма философской Это правда Большинство людей неосознанно декларируют себя В качестве рационалистов, там, объективистов Фактоебов, там, и так далее Хотя, на самом деле, не осознают Что они конкретно декларируют Делают это нерационально абсолютно Ну и, соответственно, да Так считают И общество дает эту оценку Когда люди заболевают чем-то серьезным Они идут не к знахарю, а в больницу Если у них есть, конечно, такая возможность Поэтому Медицина не наука Наша задача с вами По фейерабанду, кстати, скорее всего, тоже По фейерабанду медицина практика Просвещать и дальше людей И просвещать самих себя И делать максимально доступным Хорошую, качественную, нормальную медицину Охуенно К науке это не имеет никакого отношения Поэтому наука лучше, чем Таро Наука... Че, почему? Медицина — это практика Наука — это определенная методология Создания теорий Все Медицина и наука, они разные Я даже не уверен, что у них есть четкие точки пересечения Ну, в виде физиологии какой-нибудь Которая может быть теоретично Медицина в целом учитывает физиологию Ну, допустим Окей Ну, как-то так Why not? Медицина — не наука Медицина — практика То есть, и если можно было бы прыгать С бубном вот так вот стучать И люди бы вокруг хилились внезапно Медики бы так поступали Они бы были медиками все равно Но так не работает Не, фармацевты тоже не наука Ну, то есть Создание лекарств тоже чистая практика Лучше, чем астрология Наука лучше, чем гадание Проблема Тарик заключается в том Что вот то, что называется теорией Когда мы касаемся разных в кавычках болезней Это не теория в каноничном смысле этого слова Как-то так Целительство — это абсолютно точно Установлено, это работает Если вы с этим не согласны То, скорее всего, вас невозможно убедить Никакими аргументами Еще На претензии к науке звучит так Наука — это авторитарный механизм И наука не допускает свободного мышления Это правда Стоп, в науке возможно буквально все То есть, смотри, Никит Если в науке возможно буквально все То, значит, во время дискуссии Я могу дать тебе поебальнику, допустим И это будет считаться за аргумент И ученые такие Оооо! Молодец! Молодец! Хорошо ебнул, вот это был красивый удар Зачтем Зачтем ученому Александру в бонус это Нет? Ну, значит, не все возможно Или, ну, например, ты стоишь Лекцию читаешь свою какую-то А я сверху там по крыше ползу И су тебе на голову И это тоже может засчитаться В аргументную пользу Или нет? Привет, Севдоримон Стоп Нет, это тоже недоступно в науке То есть, нельзя ударить по лицу Обоссать нельзя Иррациональными методами пользоваться нельзя Не всеми рациональными методами Можно пользоваться так же Неожиданно То есть, да, опять же Диалектика Гегеля Которая является очевидно рациональным методом Ну, Гегель это Самый крупный рационалист Своего времени вообще-то То есть, диалектика Гегеля не подходит Как-то так Интересно, интересно То есть, в науке доступно Абсолютно все Физические воздействия недоступны Ряд Все иррациональные методы недоступны Большая часть рациональных методов Тоже недоступны Ну, вот разные рациональные методы Разных философских школ Которые не вошли в научный канон Ага, блядь Понятно Очень свободно Кто бы мог подумать, что прав Альберт Эйнштейн Когда он только-только выдвинул свою концепцию Кто бы мог подумать, что прав Альфред Вегенер Когда он сказал, что когда-то все матери... Пошел черепикинг ебучий, окей Кибали единым целым Это звучало как просто полный бред Ну, у науки есть свой канон Правильного рационализма, редкий гост, да То есть, во-первых, натуралистичен, этот рационализм А, во-вторых, он опирается лишь на некоторые рационалистические методики Например, на такие рационалистические методики Как диалектика Гегеля, он не опирается Это тоже важно подчеркнуть Ну и так далее, так далее, так далее Или кто бы мог подумать, что правы другие бесчисленные ученые Которые утверждали что-либо И сталкивались с абструкцией Сталкивались с насмешками Но впоследствии оказывались правыми Наука это... Правыми, блядь Что я не прав Это сфера абсолютной свободы Ну... Он бы хоть свои тезисы проверял Я не знаю заранее Наука это сфера абсолютной свободы Охуеть Наука ограничена своими собственными правилами и законами А-а-а Противоречие Дяденька рационалист, у вас тут явное противоречие Наука это сфера абсолютной свободы Где можно все И потом наука, че, ограничена? Абсолютной свободы, но наука ограничена своими собственными правилами и законами Охуенная, абсолютная свобода Которая ограничена своими правилами и законами Это каша Ну, это каша в голове, ребят Ну, понимаете, в чем дело Ну, блядь, человек прошит У него мозги промыты, понимаете? То есть ему, с одной стороны, надо как бы и угодить сиентистам Как бы хуй отсосать своей аудитории Там Панчину, Дробышевскому и всем остальным Докинзу Которые говорят, что, ну, это про свободу Против Пинкеру хуй отсосать, да, с одной стороны А с другой стороны, ну, абсолютная осознанная необходимость Да-да-да-да-да А с другой стороны, ну, любой человек Который хоть какие-то представления о любой науке О любой академической деятельности Вообще, в принципе, имеет Он понимает, что там есть, ну, жесткие правила В кавычках законы Которые вы не можете так или иначе обойти И поэтому в целом и существует гигантский институт Там псевдонауки, лженауки и всего остального Вот потому что есть люди, которые этим правилам не следуют Которые и делают науку наукой То, что вы не можете прийти на научную конференцию И исходить там из астрологических прогнозов Да, извините, конечно, в этом смысле Ну, да Наука авторитарна Хоть Именно это и делает науку наукой Это абсолютно Ну, база, да, по определению По определению, допустим Проблема заключается в том, что тогда наука не является абсолютной свободой И тогда наука реально является, ну, как бы, авторитарной Правда, в этом я не вижу никакого особого Короче, нижнюю особую проблему я в этом Ну, окей, но авторитарно и авторитарно Авторитарно и авторитарно просто похуй, честно говоря Плохо, если наука авторитарна и одновременно с этим Не оправдывает, собственно, вот свою практическую значимость Ну, он никак ее не определяет Забейте псевдоримы Мы просто на колени становимся Кричим слово наука И защищаем ее всеми возможными методами Это очень научный метод, чтобы вы понимали Вот так вот он и работает Это во-первых А во-вторых, как бы То же самое, как прийти на футбольный мяч И начать хватать его руками Окей А во-вторых, это рассуждение о свободе Просто это, наверное, самое кринжовое Что мы вообще когда-либо слышали Да Ну, в жизни мы можем поиграть как в футбол Так и в гандбол Так и в баскетбол Так и в волейбол К вопросу о Фи Рабенде, который был сегодня разъебан Если уж мы прибегаем к метафоре игр Спортивных Мы можем хоть в водное поло играть Хоть в блитсбол Неважно Мы можем взять любую игру И играть ее, если захотим То есть мы не обязаны играть в футбол Как-то так В этом плане у нас есть неограниченное количество Разных игр, в которые мы могли бы поиграть И мы сами решаем, в какую игру мы будем играть И вряд ли футболисты имеют какое-то рациональное право Нас гнобить насчет того, что мы выбрали не футбол, а гандбол, например Гандбол, охуенная игра Вы играли в гандбол? Я играл в гандбол Крутая штука Там еще мячик такой, блядь, маленький Когда он въебало тебе летит Ты на периферии, видишь, вот так вот, блядь, уворачиваешься от него Кринжо было, короче Веселая игра Это вот жуткий авторитаризм футбола Ну, если бы нас заставили при этом играть только в футбол Если бы футбол проходился в школах И больше ничего бы в школах не проходилось Если бы в мире не строили баскетбольные площадки Площадки для гандбола, для водного пола Не делали бы, собственно, бассейны Да, вообще, в принципе У нас в мире был бы только футбол Во всех образовательных и необразовательных учреждениях Ну да, это пиздец, я считаю Кринж Согласитесь И если ты играешь не в футбол Все вокруг тебя осуждают неожиданно Прикиньте себе систему В которой, если ты играешь не в футбол Все такие, блядь, да ты антифутболист Всевдофутболер, нахуй У нас тут коалиция, блядь Панчин, панчин, сука Он девяточку всегда забивает, блядь Своей маленькой ножкой, нахуй Своей мелкой ножкой, баньки, мячик всегда в девятку летит А вы, а вы мне говорите, блядь А вы говорите Вот вы, блядь, псевдофутболеры Все псевдофутболеры Антифутболисты, нахуй Ебучие Ну если бы так в мире было Это была бы шизофрения, я считаю Вот Так, Тетемора Проблема метода Декарта заключается, да, в том, что он применяет сомнения, исходя из своих догм Если у вас скептицизм, это не базовая, в общем, не базовый фундамент, то это не скептицизм Все люди применяют сомнения Понял, внесу Сколько отнять денег? Просто Декарт на фундаментальном уровне остается догматиком А все догматики так или иначе могут использовать сомнения в частном виде Сомнения это просто одна из способностей человека В этом как бы тоже, знаете, ну как бы спора, наверное, не будет Но просто мы все можем в чем-то сомневаться Но не каждый человек, который в чем-то сомневается, является скептиком Очевидно Иначе слово скептик слишком тривиальное и не имеет какого-то особого смысла Вот Тогда скачиваем Орбюс Абсолютно такая же история Мы должны прислушиваться к разным точкам зрения Но это не означает, что мы должны Но они должны быть научными Ха-ха-ха Да Окей, никакого авторитаризма, ребят, запомнили Играем только в футбол Играем только в футбол и больше ни во что Есть в мире только футбол Кстати, относительно вот этой вот метафоры футбола Орбюс, 2022 год Вот этот фильм, да, окей, качаю С помощью этой метафоры с спортивными играми очень хорошо показывается концепция фейрабанда То есть фейрабант наоборот говорит, что вот смотрите Мы можем играть, да, в футбол, баскетбол, волейбол, во все что угодно И это разнообразит нашу жизнь, делает ее лучше, разнообразнее, прекраснее, офигеннее И вот в этом заключается такой своеобразный научный анархизм То есть мы можем играть в это, мы можем играть в то и то, и другое Будет порождать какие-то практики так или иначе, да То есть фейрабант об этом обычно говорит И в этом плане его анархизм, он как бы, да, так вот реально свободный Вот реальная свобода А наука, ну, наоборот Вот мы будем играть в футбол, только в футбол И ни во что, кроме футбола Если вы играете не в футбол, мы вас будем гнобить Хуёво Мы на полном серьезе рассматривать Молодоземельный креационизм, астрологию, гадания и алхимию Те вещи, которые уже однозначно были опровергнуты А, да, опровергнуты, а кем? А как можно однозначно опровергнуть то или иное представление, если это представление развивается, меняются его основные положения Ну, короче, меняется теория А Никита Обрасов знает, что, ну, как бы Каждая новая формулировка той или иной теории требует новой фальсификации Ну, потому что иначе, вот у нас есть представление Дарвина Дарвин уже давно фальсифицирован, на самом деле Чтобы вы понимали Ну, то есть То есть, смотрите, да Если бы мир науки работал так, как Никита Обрасов предполагает То мы бы, опровергнув теорию Дарвина А она опровергнута Ну, то есть, там, она недостаточна У нее есть некоторые неточности, да Короче, фальсификаторы, она там не прошла У нее некоторые Ее пришлось переформулировать в более сложную теорию, соответственно Так, ну, первая версия точно опровергнута Это, в принципе, вполне так себе очевидно Без переформулировки теория Дарвина сейчас бы Вообще бы никак не смотрелась бы, соответственно Так вот Почему-то Никита Обрасов, судя по всему, запрещает переформулировку тех или иных представлений и теорий Например, тех же самых астрологов, верующих и так далее И поэтому они просто с одного опровержения, блядь С одной тычки сдохли, понимаете Им запрещено менять интерпретации, видимо, свои Им запрещено менять свой теоретический состав Им запрещено вообще все делать Но если бы это так же работало в науке Как только бы мы столкнулись с теми фактами Которые противоречили представлениям Дарвина А мы с ними сталкиваемся, да, соответственно Мы бы просто были вынуждены отказаться от теории эволюции раз и навсегда И потом бы говорили, что теория Дарвина опровергнута Но на самом деле в науке все работает таким образом Ну вот у нас есть теория, вроде бы нормально работает Мы пытаемся, пытаемся, посмотрим, смотрим, что там с ней делать Сталкиваемся с некоторыми фактами, которые противоречат этой теории Ну или проводим эксперименты, в которых обнаруживаем данное противоречие Ну и потом продолжаем, соответственно, переформулировать У науки есть реальные проблемы Скажем, кризис воспроизводимости Или огромное количество мусорных публикаций, которые никому не нужны Кроме грантодателей и какой-то вот бюрократии И вы обязаны написать статью, чтобы получить нормальную зарплату Да, есть проблемы Но это не означает, что наука как инструмент познания Что наука как социальный институт утратила свою познавательную ценность Это не означает, что мы должны отказаться от науки И вместо нее выбрать что-нибудь другое Мифологию Охрен Очень круто, когда человек общими словами Пытается Хоть как-то противопоставить себя Антисайентистам каким-то Каким-то противникам науки Которых он объединил в какую-то непонятную кашу из говна При том, что Никита уже со мной спорил И в принципе Ну, мне кажется, я являюсь в каком-то смысле Некоторой квинтэссенцией антисайентизма интеллектуальному Да, очень громко звучит Очень громко звучит Но все же я этой проблемой очень давно занимаюсь Я собрал очень много хороших аргументов Критикующих науку Плюс-минус философии науки разбираюсь Хотя я не являюсь философом науки В прямом смысле Ну, как? Я являюсь философом науки как философ Но я не являюсь философом науки как исследователь Хотя, ну, что-то знаю в этой области, очевидно Вот В общем, мог бы реально обратить внимание На те аргументы, которые выдвигаю я Потому что я на самом деле Очень многие вещи компилирую Не только из своего опыта Но из опыта других антисайентистов Очевидно Ну, и с другой стороны Если бы он попытался разобрать меня И обосрался бы Ну, было бы еще больше поводов поржать Как говорится Религию Или философию Или еще что-нибудь такое Наука это главный И самый Наука подняла Эффективный инструмент познания Круто Объяснение феноменов окружающего мира Это видно по плодам и результатам Это просто Поняли Практически видно Ну, давайте возьмем аналогию Вот у нас есть Племя Уга-Буга А есть племя Пипи-Пупу Короче Два племени Два племени Сейчас Уга Да так Рисовать Онлайн Это под конец я порисую Рисовать Да ёб твою мать Что же, что же, блядь, происходит Короче, вот оно Племя Уга-Буга У Племя Пипи-Пупу У племени Уга-Буга Получается Да, Ваня, именно У племени Уга-Буга Представление о великом Боге Огня Огонь Но хуёво с практикой Да, у них там Великий Бог Огня Но с практикой всё хуёво У племени Пипи-Пупу Они верят Великого Духа Воды Они верят Великого Духа Воды Но у них Получилось Изобрести Более мощные Какие-то Технологии Вопрос Кто из них прав? У кого более Объективные Взгляды на мир? Ну, вот На строение мира На космологию И так далее И так далее И так далее Ни у кого У обоих Ложное представление Да даже давайте так Нет, давайте У них здесь не огонь У них здесь не огонь У племени Уга-Буга Представление о квантах Вот Но ноль практики У них представление О чём-то похожем на кванты То есть они ближе К так называемой Объективной действительности Которую учёные постулируют Вот буквально Племя Уга-Буга Сформулировало идею О том, что вот Существуют некоторые кванты И так далее И так далее И они вот В принципе совпадают Плюс-минус С научными квантами Окей Но практики ноль Племя Пи-Пи-Пупу Верят в бога воды Но у них дохуя Разные практики Кто из них ближе к истине? Ну Окей По образцову Получается Вот они ближе к истине Вот эти ребята Пи-Пи-Пупу Ближе к истине Вот У них дух воды Но при этом Они ближе к истине Потому что у них практика А вот эти вот люди Которые кванты открыли Они дальше от истины Получается Но это бред Но это бред выходит На самом деле И я считаю Нападки на науку Крайне вредными Непродуктивными И самое главное Необоснованными Не имеющие Ну если обоснования не считать Действительно Эти нападки Могут показаться Необоснованными Ну да В общем И ничего общего С действительностью Я Никита Образцов И это был мой Манифест в защиту Науки Если вам понравилось Это видео Пожалуйста Не забывайте Ставить лайк Подписываться на канал Писать ваше ценное мнение В комментариях Может быть Где-то вы со мной Не согласитесь Это манифест А не религиозный текст Поэтому здесь конечно Ну это хуже чем религиозный текст Религиозный текст И более рационально обычно Мы с вами Имеем все возможности Высказаться И возможность меня критиковать Абсолютно Спокойно И обоснованно А если вам совсем нравится То что я делаю То рассмотрите Возможность поддержать меня На бусте Там выходят отдельные ролики Которых больше нигде нет Например недавно Я там жаловался на нейросети И показывал конкретно Как нейросети Не дают мне работать Это достаточно интересно Большое спасибо Всем за внимание За просмотр И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok